Для этих юношей и девушек предпраздничные дни были наполнены не только новогодней суетой, но и усердной серьезной работой. На протяжении всех зимних каникул они готовились для того, чтобы показать все свои способности в рамках третьего этапа Республиканской Олимпиады по учебным предметам. Подготовка довольно тяжело для меня, но должна сказать, что я справляюсь. Я участвую, чтобы проверить себя, каковы мои знания, а также для меня это возможность, так сказать, потянуться для того, чтобы в будущем хорошо сдать экзамены и было меньше проблем с подготовкой. Большую роль сыграла моя преподавательница Инна Васильевна Кондратьева. У нас с ней случилась такая синергия, не знаю, какое-то взаимодействие, коннект, по-современному говоря, которая как-то, скажем так, позволила мне реализовывать себя через это, через вот эти занятия. Это такой способ самореализации. Тяжело ли далось? Я скажу, наверное, это, когда любишь что-то, да, то даже если тебе приходится где-то уделить ему полдня или не доспать несколько часов, то, наверное, это не так сложно, да, проблема, когда это через силу все идет. Умники и умницы приехали в город над Бугом, чтобы сразиться в интеллектуальной борьбе. Порядка 980 школьников будут бороться за право представить регион на финальном этапе состязаний. Отбор пройдет также в Барановичах, в Пинске, Кобрине и Дрогичине, в зависимости от выбранного школьником предмета. Итог всех стараний победителей с числа 11-классников будут иметь льготы при поступлении. Около 200 членов жюри будут проверять работы учащихся, оценивать эти работы. В жюри входят преподаватели четырех университетов Брестской области и высококвалифицированные учителя учреждений общего среднего образования. По итогам третьего этапа будут награждены около 440 учащихся 8, 9, 10 и 11 классов. Наверное, наиболее значимые дипломы в этом году будут для учащихся выпускников этого учебного года, для 11-классников. Так как, согласно указу номер 2 президента Республики Беларусь от 3 января 2023 года, для победителей третьего этапа, областного этапа Республиканской Олимпиады по учебным предметам, будет предоставлено право поступления без вступительных испытаний в учреждения высшего образования всех городов Беларуси, кроме университетов города Минска. Все ребята, которые принимают участие в Олимпиаде, настроены и на высокие результаты, и на победу. И неудивительно, ведь не один год ребята серьезно изучали предметы, будь то математика или русский язык, химия или биология, а потому большинство из них в своих силах уверены. Участие в Олимпиаде для меня это в первую очередь доказать себе, что я что-то могу, показать весь тот труд, который вкладывали нас наши учителя физической культуры и здоровья, да и наши воспитатели и администрация, и показать себя с лучшей стороны. Конечно, какие-то опасения есть, ну, как сказать, предстартовый мандраж, но когда рядом с тобой будет твой учитель, я думаю, что это все мимолетно и оно пройдет. Своеобразным подарком для самой талантливой и умной молодежи края стало музыкальное и праздничное поздравление. Завершится третий этап 13 января. Именно тогда будут озвучены имена лучших из лучших. Субтитры создавал DimaTorzok